Лядовый палац Светлогорск будет сдаден и ранее запланованного термина. Такая информация была огучена подчас наведывания будовничьей пляцовки старшиней Абловы Конкама Иваном Крупко. Будовать лядовый палац Светлогорск начинали еще на початку 2000-х, но успели только сделать подморок и подвести некоторые коммуникации. В 2011-м работы замородили. На при конце минулого года сюда снова пришли будовники. Изменения вносились, объект полностью откорректировали и прожил МАШ. Поэтому на данном этапе работаем согласно. Есть, конечно, какие-то небольшие нюансы, но работаем параллельно. Зараз ступень готовности лядового палаца оценивается прикладно у 30%. По кольной объекте працуют коля 70 работников, но уже на при конце мая их колькость повеличится маль удвоя. Параллельно будут ожитивляться монтажные и бетонные работы. Подрихтовка основы под арену и подведение коммуникации. Будовники плануют сдать палац до конца года. Старшине Аблова Конкама Иван Крупко лечит, что завершить будовництво можно было броней. 5 миллионов в прошлом году. А почему в декабре не заказать было оборудование? Наносились изменения, еще корректировалась ледовая площадка, сама ледовая арена. Ледовая арена корректировалась по стандарту, стандарты известные, он утвердился. Эту работу все можно параллельно делать со стройкой. Финансирование, как вы заметили, было решено в декабре прошлого года, что оно будет 100% на этот год. По доручению старшине Аблова Конкама Ивана Крупко практично побач с ледовым палацем у зеленой зоне побудуются так само лыжа-роллерную трассу.